Приветствую любительницы и любители гусеничного транспорта с пушечками! Сегодня я расскажу вам подробно о советском тяжелом танке 7 уровня КВ-3. В этом гайде я постараюсь максимально его раскрыть для вас и да прибудет со мной броня. Советский тяжелый танк 7 уровня, бронированный и отлично вооруженный, хорошо выполняет свою роль в продавливании обороны и сдерживании танков противника, но в то же время танк крайне медлительный и неповоротливый. Предшественник тяжелого танка 8 уровня КВ-4. Дерево исследования модулей Итак, стоковый танк выглядит как показано в верхней строке таблички. Некоторые комплектующие могли вам достаться с другой советской техники. В таком случае ставим то, что уже есть и смотрим следующий пункт, показанный на рисунке. Порядок прокачки такой. Первое. Орудие ЗИС-6 могло достаться вам с Т-150 или КВ-2. Исследуем и ставим. Немного облегчает жизнь источного состояния. Далее идут гусеницы. Как ни странно, повышают мобильность. Как мне нравятся новые ползунки в 9.15. После ставим башню. Она добавит нам брони. Дальше выбор за вами. Если сильно страдаете от отсутствия мобильности, качаем двигатели. Если нужно больше огневой мощи, качаем орудие. Я рекомендую все же начать с орудия. Исследуем орудие 122 мм Д-2-5Т. После исследуем топ орудия. Шестым пунктом исследуем двигатели. Ну и седьмым, предпоследним, исследуем радиостанции. Орудие 100 мм Д-10Т оставляем на сладкое. Ставить смысла нет. Экипаж. На мой взгляд, лучше всего качать экипаж следующим образом. Первой сборкой навыков берем командиру лампочку, остальным ремонт. Ставят на гусеницу КВ-3 слишком часто, чтобы пренебрегать им. Второй сборкой командиру ремонт, наводчику плавный поворот башни, мехводу король бездорожья, радисту радиоперехват, первому заряжающему отчаянному, второму бесконтактную боекладку. Третьей сборкой всем боевое братство. Четвертой сборкой командиру Орлиный Глаз, наводчику снайпера, мехводу виртуоза, радисту изобретателя, заряжающим пожаротушение. Особо брать им нечего, если честно. Пятая сборка на ваш выбор. В принципе, решающие перки уже взяты. Оборудование, снаряжение и боекомплект. Из оборудования обязательно ставим орудийный досылатель. Скорострельность нам нужна как воздух. Вентиляция поможет всем членам экипажа не задохнуться. Шутку. Для этого танка очень подходят усиленные приводы наводки. Как вариант, можно поставить противоосхолочный подбой вместо вентиляции. Но мне кажется, что этот вариант так себе. Снаряжение, как мне кажется, лучше всего возить аптечку, огнетушитель и ремкомплект. Горит танк часто. Так что не советую менять огнетушитель на что-то еще. В боекладку пока не исследовали топ-орудия. Чем больше подкалибрных снарядок вы возьмете, тем чаще будете пробивать. Все-таки пробития на седьмом уровне будет очень часто не хватать. А уж про восьмые и девятые уровни и говорить нечего. После исследования топ-орудия можно уже взять 20 бронебойных, 13 подкалиберных и 5 осколочно-фугасных. Или в тех пропорциях, которые сами посчитайте необходимыми. Но в принципе для опытного игрока будет достаточно обычных ББ и ОФов. Главное знать, куда выцеливать тяжелые танки противника. Плюсы и минусы. Пробежимся по плюсам и минусам, чтобы лучше представлять, что же за танк такой в КВ-3. Плюсы. Хорошее бронирование корпуса и башни. Приличная масса позволяет пользоваться тараном. Минусы. Плохая маневренность. Арта нас любит. Медленный поворот башни, как следствие уязвимость к средним танкам. Малый обзор танка. Танк горит часто, проверено на себе. Тактика. Тактика классического ТТ. Едем в город или аналогичное укрытие и давим фланг с другими ТТ. Появляться на открытых пространствах можно, если в стане врага нет артиллерии и вы уверены в своих силах. В противном случае вероятность получить урон резко возрастает. И еще. Топовое орудие больше подходит для очень близкого боя. Даже на средних дистанциях дедуганский вертухан может вас подвести. Просто помните об этом. Против девятых уровней тактика немного меняется. Там броня КВ-3 все еще может сыграть роль, но вероятность этого уже меньше. Поэтому едем за большими ТТ и не лезем лишний раз вперед. Как СТ вести себя есть смысл, если только есть где спрятаться. И на девятых уровнях. Ниже мы только ТТ. Если давить фланг никак не удается, становимся в глухую оборону, прячем уязвимые части и отстреливаемся по перезарядке. Глядишь, удастся удержать фланг до прихода подкрепления или захвата базы. Не забываем танковать обратным ромбом. Классическим ромбом по возможности лучше не вылазить. Иначе можно получить бронелисты, как верхний, так и нижний. Сравнение с одноклассниками. Сравнивать мы будем КВ-3 с другими топовыми танками и другой топовой техникой 7 уровня. Прочность. Третье место на уровне. 1400 единиц здоровья. 390 урона базовым снарядом. Один из лучших показателей на ТТ. Урон в минуту. Третье место среди ТТ. 1902 единицы. Разброс. Один из худших среди ТТ. 0,46 на 100 метров. Время сведения. Пятое место с конца на уровне. 3,4 секунды. Третье место по массе на уровне. 68,19 тонны. Уступаем только ОНИ и Т28 концепт. Удельная мощность. 11 лошадиных сил на тонну. Что очень плохо. И поэтому параметру КВ-3 находится на четвертом месте с конца на всем уровне. Скорость поворота. Второе место с конца на уровне. 18 градусов в секунду. Скорость поворота башни. Предпоследнее место среди ТТ. 22 градуса в секунду. И обзор. Третье место с конца на уровне. 340 метров. Те параметры, которые я не упомянул, являются либо средними, либо не играют в роли. Итог. Лично мне КВ-3 нравится больше, чем КИС. Танк хоть и не поворотлив, но гораздо больше похож на полноценный тяжелый танк, коим собственно и является. Сначала я думал, что продам его, но покатавшись решил оставить в ангаре. Всем спасибо за внимание. Не забывайте заглядывать в описание к видео. Там есть полезные ссылочки на соцгруппы и не только. Я же с вами прощаюсь и до новых встреч в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok